Тем временем самолеты российских воздушно-космических сил, которые по запросу Дамаска участвуют в операции против террористов, сорвали планы боевиков взять штурмом город Дейр-Эззор. В результате ударов нашей авиации уничтожены пылевые лагеря террористов, склады с оружием и топливом. И на брифинге в Минобороны сегодня представили еще и видео доказательства того, что территорию Сирии обстреливают из крупнокалиберной артиллерии турецкие военные. В Москве ждут объяснение по этому поводу от НАТО. Илья Костин продолжит тему. Один из участков турецко-сирийской границы, если быть точнее, речь идет о турецкой пограничной заставе, расположенной в 2,5 километрах южнее населенного пункта Яйладагы, провинция Хаттай. Местность горная, труднодоступная. Как рассказали сегодня на брифинге в российском Минобороны, наблюдение за тем, какие изменения происходят на этих позициях, сирийская разведка ведет уже не первый месяц. Несколько месяцев назад, как вы видите, не было никаких огневых точек. Мы буквально на днях получили видеокадры сирийского генерального штаба о том, что на данной турецкой заставе развернуты артиллерийские позиции крупнокалиберных самоходных артиллерийских установок. На свежих снимках видны как минимум две огневые точки самоходных артиллерийских установок. Но самое интересное дальше. Это видео, которое также было представлено сегодня в российском Минобороне, наши военные получили от представителей сирийской оппозиции. Сначала выстрелы с той же турецкой пограничной заставы. Затем, после того, как оператор совершает панораму и переводит объектив камеры в сторону соседнего ущелья, видны разрывы. Как объяснили военные эксперты, которые уже детально изучили эти кадры, огонь с турецкой погранзаставы ведется по территории Сирии. Это является неопровержимым доказательством, что турецкие вооруженные силы осуществляют обстрел приграничных сирийских населенных пунктов из крупнокалиберных артиллерийских систем. Теперь с доказательствами на руках в российском Минобороне ждут объяснений действиям турецких военных от представителей НАТО и Пентагона. Напомню, накануне Анкара вновь обвинила Москву в нарушении турецкого воздушного пространства. Правда, как заметил сегодня официальный представитель российского военного ведомства Игорь Коношенков, никаких фактических данных турецкой стороной представлено так и не было. А после того, как российские военные дипломаты запросили хоть какую-то конкретную информацию, представители НАТО заявили сегодня, что изображения, которые якобы доказывают нарушение российским боевым самолетам сирийско-турецкой границы, засекречены. Коношенков напомнил, что на севере Сирии системой ПВО, правительственных вооруженных сил, а также нашим комплексом С-400, сейчас круглосуточно отслеживается обстановка в воздушном пространстве. Никаких нарушений сирийско-турецкой границы самолетами российских воздушно-космейских сил не было. О чем имеются исчерпывающие данные, заметьте, объективного контроля. И это факт. Более того, несмотря на многочисленные заявления турецких представителей, никаких фактических данных по дипломатическим или по любым другим каналам до сих пор никому не представалось. А та истерия, которая была развернута турецкой стороной, является не только голословной пропагандой, а имеет также отчетливые признаки спланированной провокации. Поэтому те, кто нас предупреждают о каких-то последствиях, не разобравшись в происшедшем, должны сами в первую очередь задуматься, в какой капкан их втягивают турецкие партнеры. В российском генштабе представили сегодня новую информацию о воздушной операции нашей группировки в Сирии. Поражены почти полторы тысячи объектов инфраструктуры боевиков провинция Хомс, Дамаск, Рака. На кадрах из Латакии видно, как в результате точного нанесения ударов самолетом Су-25 был полностью уничтожен один из опорных пунктов боевиков. А это съемка из провинции Алепа. Там российская ударная авиация накрыла целую колонну боевиков, которые, по данным разведки, не смогли в ночное время перебросить партии оружия на новые позиции. В провинции Хама удары наносились по нефтяным предприятиям, одному из источников финансирования террористических группировок. Всего почти 500 боевых вылетов. Впервые в боевых условиях на задание отправлены и новейшие истребители Су-35С. О них не случайно говорят. Хозяева неба – отличительная черта, сверхманевренность. Кроме того, поражают и их боевые возможности. В арсенале 30-мм пушка, а также 12 точек для установки ракет. Установленная на борту новейшая радиолокационная система позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров. Вместе с новыми истребителями состав смешанной авиагруппы ВКС России на авиабазе «Хмеймим» превышает теперь 70 самолетов и вертолетов. Илья Костин, Александр Батухов, Алексей Белов, Владимир Беляев. Первый канал.